Всем привет, вы на канале АВА. Сегодня в нашем обзоре, рейтинг лучших недорогих домашних кинотеатров с качественным звучанием. Поход в кинотеатр, один из самых популярных способов проведения досуга, у огромного количества людей. Благо, голливудская и отечественная киноиндустрии стабильно балуют нас, новыми блокбастерами, в том числе, в 3D формате. Зрители традиционно завлекают невероятно зрелищными спецэффектами, прелесть которых заключается не только в визуальном восприятии происходящего на экране, но и в высококачественном звуковом сопровождении. И сегодня мы вам покажем обзор лучших недорогих домашних кинотеатров. LG LHB675. Интересная и очень популярная модель, с напольной акустикой от корейского бренда. Тот самый случай, когда за относительно небольшую цену, пользователь получает универсальную систему, с достойными характеристиками для создания домашнего кинотеатра, или просто прослушивания музыки. При этом нельзя не отметить, солидные дизайны устройства, и удобство размещения с минимальным количеством проводов. 3D Blur X Boom, так обозначил производитель свое детище и небезосновательно. Помимо встроенных фронтальных, 2 по 167 Вт, и отвечающих за объем, те же 2 по 167 Вт, динамиков, насыщенные реалистичные звучания обеспечивают мощные двойные сабвуферы, с по-настоящему качественной передачей низких частот. Имеется возможность беспроводной синхронизации звука со Smart TV LG по Bluetooth. Что касается видео, плеер умеет воспроизводить контент в Full HD, в том числе 3D, с Blu-ray, DVD дисков, USB накопителей. Подключение к домашней лайн-сети еще больше расширяет функциональность, а также доступно управление и связь с онлайн-ресурсами через приложение для смартфонов LG Remote. Основные плюсы. 4,2-канальный звук общей мощностью в 1000 Вт, беспроводное или HDMI подключение к ТВ, поддержка функции karaoke, декодеры Dolby DTS, в том числе Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS HD Master Audio, цифровой тюнер, FM с 50 и фиксированными настройками. Минусы. Bluetooth соединение не защищено паролем, нет Wi-Fi. Sony BDW-E3100 Этот компактный и совсем недорогой, особенно с учетом бренда и малайзийской сборки. Домашний кинотеатр станет хорошим дополнением к современному телевизору. Дизайн сенсов Quartz порадует владельцев утонченным стилем. Просмотр кино, спортивных трансляций, музыкальных клипов с поддержкой аудиодорожек 5.1 станет комфортнее и реалистичней. А можно просто слушать многоканальную музыку либо стерео в расширенном и более насыщенном низами диапазоне. Комплект акустики состоит из четырех однополосных сателлитов, центра и сабвуфера общей мощностью 1000 Вт, что для таких габаритов весьма достойный показатель. Воспроизведение видео, доступно в Full HD разрешении с дисков Blu-ray и DVD, поддерживается 3D формат. Передача музыки со смартфонов, планшетов с Bluetooth и NFC осуществляется одним касанием. Наличие встроенного Wi-Fi позволит транслировать без проводов, развлекательный контент с подключенных к общей локальной сети устройств. Основные плюсы. Заявленная мощность для сабвуфера – 250 Вт, технология Bass Boost для усиления низких частот, функция karaoke с подключением двух микрофонов, сетевой фирменный сервис Sony Entertainment Network, возможность использования смартфона в качестве пульта дистанционного управления. Минусы. Простые пластиковые колонки. Слышен шум вентилятора охлаждения. Samsung HPG 4550K. Нечастое явление, когда корейская компания Samsung способна предложить достойного качества, и симпатичное внешнее устройство дешевле, чем у заклятых конкурентов LG и Sony. И пусть суммарная выходная мощность акустики 5.1 у HTG 4550K особо велика – 500 Вт, этого вполне хватает для качественной передачи объемного многоканального звука, в условиях небольшой или среднего размера гостиной. Дизайн домашнего кинотеатра выглядит отнюдь недешево. Даже как-то удивительно, что, несмотря на бюджетный ценник, фронтальные и тыловые колонки являются напольными, расположенными на стильных вертикальных стойках. Мощность каждой, как и центральной IC, по 80 Вт, сабвуфера – 100 Вт. В конструкции плеера предусмотрены DVD и Blu-ray приводы. Доступны воспроизведения Full HD 3D. Кроме того, имеется режим апскейлинга видеосигнала до FHD разрешения. В качестве беспроводного интерфейса выступает Bluetooth-адаптер. Сетевое подключение осуществляется через Ethernet-разъем. Основные плюсы – режим Pure Bass, поддержка основных кодеков Dolby и DTS, присутствует реверсивный канал Arch, функция My Karaoke на два микрофона, 15 фиксированных настройок FM-тюнера. Минусы – маловато интерфейсов для внешних подключений, в комплекте нет Wi-Fi-адаптера. Sony BDW-E4100 – данная одноблачная система, способна порадовать высокими и мощными колонками. Технология Bluetooth помогает воспроизвести сигнал со смартфона или планшета. Когда вы решите задействовать максимально доступный уровень громкости, ужаснутся даже ваши соседи, ведь суммарная мощность акустики достигает впечатляющих 1000 Вт. Контент можно просматривать при помощи дисков Blu-ray или DVD, а также загружая его из интернета, или воспользовавшись USB-накопителем. В своем ценовом сегменте это один из самых продвинутых домашних кинотеатров. Основные плюсы – наличие модулей Bluetooth и NFC. Наличие модуля Wi-Fi, поддержка Blu-ray 3D и Smart TV. Наличие FM-радио, суммарная мощность 1000 Вт. Большое количество поддерживаемых форматов. Минусы – отсутствие ручного эквалайзера. LG LHB755 Правильно расставив этот акустический ансамбль от LG, вы сможете ощутить мощное и качественное объемное звучание. Диффузоры с аромидным волокном не только облагораживают дизайн, но и обеспечивают дополнительную частоту звука. Если вы не расстаетесь со своим смартфоном, то он сможет стать неотъемлемой частью домашнего кинотеатра, и в качестве универсального пульта дистанционного управления, и в качестве дополнительного медиа устройства по технологии Wi-Fi Direct, и в качестве воспроизведения звука на наушники смартфона по Wi-Fi, что позволит, при необходимости, не тревожить сон близких вам людей. И даже если вы не любите петь сами, ваши гости непременно оценят функцию караоке, а при успешном исполнении система одобрительно отзовется фанфарами в честь артиста. Основные плюсы – мощность системы 1200 Вт, чистый звук без искажений даже на самой большой мощности, читабельность множества форматов, обилие входов, выходов, сетевых интерфейсов, интересный вид диффузоров, поддержка 3D Blu-ray, адекватная цена. Минусы – тонкие провода. Samsung HTG 5530K Симпатичное, недорогое и функциональное устройство. Система стандарта 5.1 в напольном исполнении поддерживает 3D, Full HD и Smart TV, воспроизводит 3D Blu-ray и DVD, а также медиа-контент с USB-носителей, читает практически все популярные форматы видео и аудио, включая Flash, имея тюнеры FM, беспроводные и проводные сетевые интерфейсы. Функция «Дельна» – обеспечит подключение всех ваших устройств в единую цифровую сеть. Приятным бонусом для любителей петь песни и оценивать свое исполнение послужит наличие Крауэки Микс. Основные плюсы – суммарная мощность 1000 Вт, многоформатность, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, технология BD Live, поддержка Dolby Digital, наличие функции «Усиленный бас», Крауэки оценка и исполнение, приятный дизайн, невысокая стоимость. Минусы – коровки и провода. Мы надеемся вам понравилось, и вы оцените это видео, нажав на лайк. Подписывайтесь на канал АВА. Это был обзор, рейтинг лучших недорогих домашних кинотеатров с качественным звучанием. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Всем до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!